Из-за недобросовестности одного человека может пострадать весь подъезд. В домах городского округа Люберцы отключают газ из-за собственников квартир, которые не пускают в свое жилье сотрудников газовой службы. Подробности в материале нашего корреспондента. В эту квартиру сотрудники газовой службы не могут попасть уже в третий раз. Собственнику неоднократно приходили уведомления о предстоящей профилактической проверке и даже предупреждение на двери подъезда об отключении газа на него не повлияло. До соседей тоже не достучаться. В доме 2, корпус 1, по улице строителей таких квартир около 20. Все в разных подъездах. Сегодня последний шанс предоставить специалистам доступ к газовому оборудованию. Некоторые жильцы им воспользовались. Вентиляция в норме, но я имею в виду есть присутствует. Кран новый, подводка новая. А в другой квартире, как оказалось, никто не живет. Хозяйка двушки специально приехала из Истры, чтобы открыть двери газовщикам. При проверке обнаружена проблема. Вы когда уезжаете, кранчик закрываете? Нет. А почему не закрываете? Представляете, пробьет гибкую подводку. Она гибкая у меня, да? Конечно. Тем более она у старого образца, ее уже нужно менять. Проводку поменяли сразу. Теперь весь второй подъезд обследован. Газ в нем перекрывать не будут. А в четвертом, где собственники так и не нашлись, придется идти на крайние меры. Людям, которые не предоставили доступ, направленные уведомления первичные с извещением. Затем вторичные уведомления, также с указанием даты проведения технического обслуживания и предложениям. Указать свое удобное для них время. Телефон указан. Затем мы оповещаем уже об отключении, дважды оповещаем заказными письмами об отключении. И сегодня назначена дата отключения. Мы, конечно, приносим извинения свои перед жителями, но для безопасности дома, для безопасности жителей этого подъезда, у нас не остается выхода для того, чтобы как-то воздействовать и получить тот необходимый результат, который нам надо для того, чтобы у нас этот дом жил безопасно. Подачу газа не восстановят до тех пор, пока специалисты не получат доступ к необследованной квартире. Все действия управляющей компании и газовой службы контролирует госжилинспекция Московской области. Прежде чем совершить действия по ограничению услуги, управляющая компания и спецорганизация, потому что это внутриквартирное оборудование, они должны по закону соблюсти определенные требования, порядок уведомления. И мы смотрим, соблюдены ли все требования, которые определены законом. Наша задача не отключить газ, а наша задача, чтобы квартиры были безопасны и безопасны всех соседей. Такая проблема существует не только в этом доме. В этом году сотрудникам газовой службы удалось обследовать лишь 83% квартир во всем жилом фонде городского округа Люберцы. Остальные 17, которые не прошли техническую проверку, представляют собой прямую угрозу.